Чтобы бережно относиться к природным богатствам, в гражданах необходимо воспитывать правильное сознание и ментальность, уверены члены Сочинского экологического совета. Вместе с тем, специалисты отмечают, многие сочинцы стали другими. Их мышление изменила Олимпиада. И все же актуальной в городе остается тема экологии и экономики. Просвещать, как показывает статистика, сегодня необходимо руководители местных предприятий, многие из которых игнорируют соблюдение природоохранного законодательства, тем самым нанося ущерб городскому бюджету и экономике курорта в целом. В городе работают зарегистрированные более 40 тысяч юридических лиц. Это предприятия различной формы собственности. И каждый из них должен вносить плату за негативное воздействие в бюджет Краснодарского края. Эту плату по итогам 2016 года внесли только 3,5 тысячи предприятий, то есть меньше, чем десятая часть. Бюджет города получил в результате 30 миллионов рублей, а мог получить, если мы с вами посчитаем, на вскидку сумму примерно в 5 и более раз больше. Предприятия-неплательщики, как известно, облагаются штрафом в результате проверок, которые проводит Министерство природных ресурсов Краснодарского края. В целом задача членов экологического совета убеждать горожан, что дело сохранения окружающей среды – это общее дело. Что же касается заседания совета, то это не просто разговор общественников, а поиск реальных решений, имеющихся экопроблем. Многие предложения, отмечают специалисты, сегодня реализованы и заметны в повседневной жизни Сочи.